Когда заходит он Субтитры создавал DimaTorzok В моей копилке много разбитых сердец И каждый так хотел счастливый конец И каждый так надеялся на что-то большее Мне кроме тебя никто не нужен больше Если против нас будет весь мир Я не перестану тебя любить И даже если вдруг за нами погоня Ты будешь стрелять и подавать патроны Все постоянно говорят Что счастье любит тишину А я хочу, чтобы на нас Глядя плакал Голливуд Все постоянно говорят Что счастье любит тишину А я хочу, чтобы на нас Глядя плакал Голливуд Все постоянно говорят Субтитры создавал DimaTorzok Плакал Голливуд! Если я еще не видел, обязательно посмотрите. Очень крутая работа. В главной роли Юра. Да ладно? Да, очень неожиданно, да? Я думал, что и все-таки, а не Юра. Ну, я в главной роли, а мой партнер по сценам Юра. Юра. Да, Юркис. По столовым сценам. По столовым, да. Потому что мы там танцим на столе, будет небольшой спойлер. Вот. И трек уже хорошо прям залетел в чарты. Да, мы видим, действительно. Очень даже неплохо, да. Это, я не знаю, можно ли сравнить с солнцем Монако, но, в принципе, очень активно набирает. Ну, пока только неделя прошла, поэтому сравнить пока что невозможно. Дальше посмотрим. Посмотрим. Ты призналась, что эта песня родилась у тебя всего лишь за одну поездку по Третьему Кольцу в Москве. Сейчас вот регионы скажут, ничего себе, у них пробки, да? Вот пока с работы домой доехала, сочинила песню, да? Это факт. Итак, как это было? Какой участок Третьего Кольца тебя вдохновил? Мне очень нравится участок, где Москва-Сити. Мне очень нравится участок, где аэропорт. Ну, в принципе, я вообще люблю Третья Транспортная. Это для меня такое самое, самая моя любимая дорога, так скажем. Тем более там еще переложили асфальт. Его сейчас везде перекладывают. И сейчас вообще прекрасно становится еще лучше. Людь, не пробовала Садово или МКАД? На Садово много светофоров. Э, да? Да. А, ну да. Приходится останавливать. Да, ты просто едешь себе, отключаешься. Ну, как, конечно, ты следишь за дорогой, но при этом все равно так или иначе ты чувствуешь себя более смутно. Нет, но когда выезжаешь на трешку, ты четко понимаешь, что пока песни не напишешь, ты можешь кататься по этому концепту. Да, вот это мне и нравится. Конечно. А на МКАДе вроде многовато, да? Да, на МКАДе очень долго, очень долго. Это можно симфонию сочинить целую. Либо альбом. Двоя цитата. Потом симфонический оркестр от Люси Чеботиной представляет МКАД. 69-й километр, да? Двоя цитата. Да я пишу песни не потому, что стать хочу Бейонса заменителем. Я хочу просто рассказывать свою историю, рассказывать свои жизненные ситуации через музыку. Плакал Голливуд. История про то, когда девочка счастлива, ей скрывать нечего, и она хочет рассказать об этом всему миру. Значит, ты сейчас счастлива? Ну, делаем такой вывод вроде бы. Это твоя история. Ну, следовательно, да. Но потрясающе. Это здорово. Такой длинный вопрос. Это такой маленький ответ. В чем для тебя сейчас счастье заключается? Что ты вкладываешь в это понятие? Счастье — это состояние души. Счастье — это состояние твое в музыке для меня. Потому что я музыкант прежде всего. И для музыканта счастье — это писать музыку, когда есть вдохновение. Вот когда есть вдохновение, это счастье. Третье транспортное. Спасибо большое. По поводу вдохновения, уж тогда давай вспомним, что меньше года назад, в октябре прошлого года, ты приходила и презентовала альбом «The End», который представил у нас в студии. Сейчас готова представить уже совершенно новый трек-лист в нашем эфире, опять-таки, да? Какая у тебя производительность труда? Ты замечала, с какой частотой пишутся песни? Честно, нет. У меня еще очень много песен, которые не вышли. И не знаю, выйдут ли, потому что все они классные, но при этом я чувствую, что могу сделать что-то еще прикольное. — То есть пусть полежат классные, а совсем классные. — Пусть классные полежат, а третий транспортный никуда не денется. — Вот все-таки есть источник вдохновения вот этого в виде трешки. — Слушай, ну мы сразу как-то за творчество. Но мне кажется, была бы премия за самую крутую вечеринку года, то Люся Чебосина могла бы, например, поспорить с юбилеем Филиппа Киркорова. До сих пор кто-то вспоминает, как ты широко по-государственному отпразднула свой четвертьвоковой юбилей. — Я считаю, что юбилей должен быть красочный, яркий. И, в принципе, у меня всегда была мечта собрать всех своих друзей, знакомых, коллег. И когда встала идея по поводу большого дня рождения, я долго не думая, сказала, что да, будем делать, приглашаю всех. Была Любочка Успенская, был Наваи, Хамали, были все, почти все артисты. И многие, конечно, не многие, некоторые не доехали, потому что были определенные сложности с репетициями, с графиком. Например, как Филипп Бедросович, у него были репетиции к его шоу в Кремле. Но, в принципе, и так мы, конечно, повеселились на славу. — Да, да, Клама Кока, Ольга Серябкина, Любовь Успенская с дочерью. — Мне сказали, были все. — Кристина Асмус и так далее. — Почти все были. — Почти все. — Пишут, что по тратам ты переплюнула Настю Ивлееву. — Ну и что? — Я ей написала, да, и не стесняюсь. — Это не я сказала, это сказали журналисты. Но если они считают, кто сколько потратил на день рождения, то... — А ты и журналистов приглашал? — Нет, просто меня спросили в интервью, сколько стал праздник. Больше 15 миллионов или 16? Я говорю, да, больше. — Это была важная отметка, да? — Да, да. — Ну почему-то они спросили, я честно ответила, я не умею врать, поэтому я... — Сейчас нас никто не слышит, скажи честно, сколько? — Да я уже сказала, что больше. — А меня так не проведешь, я знаю, что мы сейчас находимся в прямом зоне. — Хорошо, тогда давай послушаем. — Тогда продолжим концерт. Да, следующая песня. Люса Чеботина у нас в гостях. Детка, помоги, в меня попала мурь. Теперь я не смогу жить без твоей лямурь. Сделал то, что не удавалось никому. Ты растопил во мне лёд, я теперь тону. Скорее спасай меня, я знаю твой секрет, твои друзья тебя парят. И все уже давно видим, друг друга на сянет. То, чем это закончится, мы оба знаем. Ты хочешь поиграть, тогда давай поиграем. Правила игры мои, знаешь, рыцарь к деньгам меня не парят. Наплевать на том, что считаю, главное, что я замечаю. Между нами лёд быстро тает, на душе мой свет светает. Прик, снизь ко мне, да, навстречу возьми рёд. Как город столит, вдруг засыпает. Он что-то в бокал мне там подсыпает. И вроде бы я с ним, но уже скучаю. Детка, помоги, в меня попала мурь. Теперь я не смогу жить без твоей лямура. Сделал то, что не удавалось никому. Ты растопил во мне лёд, я теперь тону. Скорее спасай меня. Теперь я не смогу жить без твоей лямуры. Сделал то, что не удавалось никому. Ты растопил во мне лёд, я теперь тону. Скорее спасай меня. Как же ты выглядишь дорого, потому что мне стало дорого. Вижу тебя, лора пьяная, и сразу же мне нужна скорая. Вместе, что ты критикулит, ай, что ты мне там подмежал. Не могу найти покоя, мне посыпал свою. Какой раз залит, вдруг засыпает. Он что-то в бокал, мне там высыпает. И вроде бы я с ним, но уже скучаю. Ты хочешь поиграть, тогда мы поиграем. Детка, помоги, в меня попала мурь. Теперь я не смогу жить без твоей лямуры. Сделал то, что не удавалось никому. Ты растопил во мне лёд, я теперь тону. Иду к одному, ведь в меня попала мурь. Теперь я не смогу жить без твоей лямуры. Сделал то, что не удавалось никому. Ты растопил во мне лёд, я теперь даму. Скорей, спасай меня. Детка, помоги, в меня попала мурь. Продолжение следует... Не любовь, а триллёр. Прямо в сердце киллёр. Так я не понял, что ты для меня тригёрт. У тебя семь пятниц на неделе. У меня выходной. Только в понедельник. Ты говоришь, люблю, но быть не можем вместе. Ничего не понятно, но очень интересно. Я за тебя молюсь, а за себя боюсь. Сквозь слёзы, смех, это уже диагноз. Я ведь себе врала, что больше не влюблюсь. Только неприми мои чувства за слабость. Мне любовь и триллёр. Прямо в сердце киллёр. Так и не понял, что ты для меня тригёрт. Мне любовь и триллёр. Прямо в сердце киллёр. Так и не понял, что... Мне любовь и триллёр. Прямо в сердце киллёр. Так и не понял, что ты для меня тригёрт. Мне любовь и триллёр. Прямо в сердце киллёр. Так и не понял, что ты для меня тригёрт. Так и не понял, что... Так и не понял, что... Так и не понял, что... Выходит так, что у нас с собой ничья. Мне любовь и триллёр. Прямо в сердце киллёр. Так и не понял, что ты для меня тригёрт. Мне любовь и триллёр. Прямо в сердце киллёр. Так и не понял, что... Ты для меня тригёрт. Для меня триггер одно Так и не понял, что ты для меня триггер Люся Щеботина и к вопросу о триллере Ну, опять же, я хочу, чтобы на нас глядя плакал Голливуд Помнится, мы уже говорили про твою роль Козленка в мюзикле В легендарном мюзикле В легендарном мюзикле Про роль девушки в клубе в суперпопулярном фильме «Холоп» Но вот, наконец-то, Люся засветилась в настоящей роли Если кто-то не знает, я имею в виду клип на песню «Your love» с «Орут и Харт» Да, это мои друзья Настоящие криминальные разборки Люся в роли обольстительной злодейки-обманщицы Да, но на самом деле там была немножко такая более глубокая идея Что я работала в связке с мошенником Который воровал очень дорогие реликвии Кстати, вот в нашем клипе снимается, многие о этом не знают Настоящий меч царя Соломона Вот этот вот кинжал, который там лежат Да, вот этот кинжал, который мы, собственно, крадем Но я это делаю не по своей инициативе А по инициативе моего напарника Но подставляешь его в результате Сейчас мы все расскажем вообще Потому что я не хотела изначально этим заниматься Собственно, посмотрите, я взял на клип Очень интересная история Снимал Александр Романов Да, и все говорят, что очень круто, настоящее кино Как тебе самой понравилось в этой роли? Это было очень тяжело одновременно и очень захватывающе Мы постоянно доводили себя до такого состояния Чтобы эти эмоции были настоящие В моменте, когда Ашер Харт стоял И якобы приставлял мне пистолет настоящий к голове Я понимаю, что я по-настоящему начинаю плакать И он начинает смеяться Он говорит, блин, да ты можешь не плакать? Мне тебя жалко становится Запорола офигенный кадр Не про слово вообще А пистолет был настоящим? Да, пистолет был настоящий В Небайбале было очень тяжело это снимать Потому что у них очень хорошо работает охрана И каждый раз, когда даже игрушечный пистолет Мы доставали для кадра Приходили полицейские местные И говорили, что вот, можете, пожалуйста, покинуть Заграждание Помещение Помещение, да Было очень тяжело Но, тем не менее, за три дня мы сняли вот такой вот Круто, круто Очень хорошая работа Ну и надо отметить, что практически в каждой твоей работе В каждом твоем клипе есть крутая тачка Что за страсть к машинам Это твое Это факт Это факт Я настоящий автолюбитель И, кстати, вот недавно я приобрела классный автомобиль Знаем! Да А сразу слышим донат Знаем! Вот это чувствует Конечно! Одно дело Одно дело Если бы она купила бы, допустим, с подушкой безопасности Новую Гранту Да То мы бы сказали Да, здорово А ты смотри, какой удар За 20 минут информация о дне рождения И новая тачка Не, ну тачка того стоит, действительно Я считаю, что да Машина удобная Это большой плюс Тем более, для такого графика Ну раскрывай все-таки марку и цвет Это же самое главное Гелендваген зеленого цвета Изумрудного Такого темного, изумрудного цвета 22-й год Красавец Прямо из салона еще до сих пор пахнет Для тебя это девочковый автомобиль? Для меня, да Во-первых, он очень прост в управлении Потому что новые Гелендвагены уже комфортные для вождения В отличие от старых И плюс ко всему в нем есть даже массаж в кресле Это очень круто Собственно, ради кресла и покупалась машина Нет, на самом деле покупалась для того, чтобы был шкаф на колесах А, и опять-таки можно возить, да Кучу Очень много вещей, друзей Удивительный выбор То есть ты вот теперь с Егором Кридом в одной Ой, нет, они же давно это покупали Я просто уже давно У них старые версии Неудобно ездить Я надеялся, что у меня бэушный Знаешь, я по случаю купил Крид продавал, допустим, за недорого Нет, 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 я новый взяла Просто Ну, конечно Это была моя старая мечта Которую я реализовала Но, честно сказать, когда покупала Эмоции были не те, которые я ожидала Ты сейчас понимаешь, какая черта так вот Перегорела или что? Нет, просто ты когда об этом мечтаешь Сама мечта тебя больше завораживает Чем уже когда она исполняется Так правда? Да, я могу сказать точно, что счастье Вообще не в деньгах и не в автомобиле Согласен? А в чем? А в чем? Помним А в том, когда есть дорогие Рядом люди, любимые, близкие Когда они живы, здоровы и счастливы Вот это действительно счастье Продолжаем Не могу Аэроэкспресс Ключи в аэропорт Не могу никак Опоздать я на рейс Там в другой стране Очень сильно ждет Самый дорогой на земле человек Пол пятого утра А я уснуть пытаюсь Открыла твой ВК Знал бы ты, как я скучаю Мы птицы разных стаей Но одного полета Мой самый теплый край Там, где ты со мной на фото Ты мне когда написал Что ненавидишь, скучать Бросить бы все и все Рванув ко мне Я все тогда поняла Мне зачем думать, решать Первым же рейсом, что я встречу к тебе Аэроэкспресс Ключи в аэропорт Не могу никак Опоздать я на рейс Там в другой стране Очень сильно ждет Самый дорогой на земле человек Ты же знаешь Как же сильно Я боюсь летать Но на взлетной Представляю Рядом я тебя Ты мне когда написал Что ненавидишь, скучать Бросить бы все и все Рванув ко мне Я все тогда поняла Мне зачем думать, решать Первым же рейсом, что я встречу к тебе Аэроэкспресс Чиво аэропорт Не могу никак Опоздать я на рейс Там в другой стране Очень сильно ждет Самый дорогой на земле человек Аэроэкспресс Чиво аэропорт Не могу никак Опоздать я на рейс Там в другой стране Очень сильно ждет Самый дорогой на земле человек Не могу никак Опоздать я на рейс Самый дорогой на земле человек Аэроэкспресс Те, кто со мной сотрудничал, знают, что я работаю всегда Без выходных Когда болею После удаления зуба С температурой И личные переживания Никогда и никак Не сказываются На моих концертах Мне кажется, про меня Нет, я от лица Люси Чеботиной сейчас говорю Потому что я не такой трудоголик, как она Хочется спросить Был отдых хотя бы в этом году? Лето было? Небольшой Прям 4-5 дней удалось отдохнуть И то я отключила телефон И пыталась как-то прийти в себя Но не удалось Вот прям отдохнуть Ну потому что у тебя Ты сейчас королева шоппинга Насколько мы знаем, да? Да, я стала ведущей проекта Богиня шоппинга А, богиня, богиня О, это выше Беревы шоппинга Конечно И поэтому работать приходится много Много гастролей Много концертов Поэтому пока что не до отдыха Понятно Ну а по поводу той песни Которая, ну, понятно Которая, понятно, какая песня Которая, понятно, какая песня Которая, какая надо Последние достижения Хита «Солнце Монако» Какое было последнее достижение? Ну ты считаешь, сколько там прослушиваний, просмотров? Честно, уже нет А на чем остановилась? На каком этапе? Остановилась на ремиксе с Майотом и Благовайтом Как он, кстати, зашел С новым текстом Когда Москва светит ярко Бабло в штанишке По кайфу мои делишки Кайф! Понятно, зарство пошло В эти стушки Слушай, что за челлендж в штане «Иди»? Это мы насмеялись с моим менеджером Сашей Весь сети разошлось видео Как девушка в очень сильном алкогольном опьянении Уже засыпала на вечеринке Включается песня «Солнце Монако» Она резко просыпается И встает, начинает танцевать Вот ты понимаешь, что сейчас И мы решили запустить такой челлендж Юрий Антонов Чей хит с летящей походкой Мог поднять жал, получается Там 30-40 лет Поднимал мертвых на танцполах Ты сейчас сместила, можно сказать, его С пьедестала поднимающих Нет, все-таки Юрий Антонов — это уже легенда А я пока что вот встанье «Иди» Просто пока что челлендж встанье «Иди» Просто богиня Хорошо, ну и давай в завершение концерта Песня, которая действительно поднимает всех на танцполе Я думаю, наших слушателей, которые собрались тоже сейчас Поднимутся встали, танцуем Если вы стоите в пробке, тоже танцуйте вместе с нами Зачем мне солнце, Монако? Для чего, скажи мне, луна с антропе Когда твой взгляд светит ярко В этом смысле ноль, если тебя рядом нет Зачем солнце мне, Монако? Для чего, скажи мне, луна с антропе Когда твой взгляд светит ярко В этом смысле ноль, если тебя рядом нет Я открываю шкафы, голову ломаю Что мне к тебе надеть и вечером не знаю Продумала сто раз, я как-то прощаюсь Ведь ты так смотришь на меня, что я теряюсь Ты и я — отдельный мир во всей вселенной От тебя прошу лишь одного Держи меня, ты из-за всех как можно крепче Я тебя заберу с собой Зачем мне солнце, Монако? Для чего, скажи мне, луна с антропе Когда твой взгляд светит ярко В этом смысле ноль, если тебя рядом нет Зачем солнце мне, Монако? Для чего, скажи мне, луна с антропе Когда твой взгляд светит ярко В этом смысл ноль, если тебя рядом нет Замыленный город, в нем пыльные люди Каждый второй по одежке лишь судит Город небес переломанных судеб А ты мы горе, но мы не с тех улиц Кем мы останемся, время рассудит Может быть, завтра нас также забудут И пусть эти споры, то из них богаче Я знаю лишь то, что с тобой все значит Ты и я Отдельный мир во всей вселенной От тебя прошу лишь одного Держи меня Ты изо всех как можно крепче И я тебя заберу с тобой Зачем ты солнце, Монако? Для чего, скажи мне, луна с антропе Когда твой взгляд светит ярко В этом смысле ноль, если тебя рядом нет Зачем солнце мне, Монако? Для чего, скажи мне, луна с антропе Когда твой взгляд светит ярко В этом смысле ноль, если тебя рядом нет Люся Чеботина! Спасибо! Спасибо вам большое, мои любимые Мурзилки! Спасибо большое! Мы успели, мы успели, мы это сделали! Ура! Спасибо тебе огромное! Ждем новых премьер, новых песен Удачи Голливуду, конечно же И всего твоему конкретному Спасибо большое! Ну а почему? Может быть и Голливуд потом положим на лопатки Кто его знает? Мы русские такие Да Так он уже плакал, как мы выяснили Он уже и сейчас плачет Спасибо огромное нашим зрителям Спасибо, что у нас встречи! Это было шоу Мурзилки Лайв Прощаемся до завтра Ваши Брагин, Гордеева, Захар Пока!